И за то, что вы со мной разговариваете, говорите, спрашиваете, если у вас есть еще какие-нибудь вопросы или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, я все, все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к парам вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так, как я сказала, я вообще-то с Молдовой, прожила большинство своей жизни в Молдове, мой город, это мой город Кишмек. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в далеком, я не далеком, в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хочеть не буду. Щи мои кумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь, моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда. Но пока еще, как бы, это только я здесь. И мне здесь очень нравится, и я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? Самое хорошее, это то, что здесь столько всего opportunities. Opportunities, opportunities, как это слово, возможности, здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей пробрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, потому что у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц.